У нас вас ждет только тишина и спокойствие. Комфортабельные номера со всеми удобствами. Холодильником и телевизором. Большие окна с видом на зеленую лесную опушку. Спортзал, интернет, приветливый персонал. Словом, для комфортного пребывания здесь есть все. И все это абсолютно бесплатно. С другой стороны, разве может быть иначе? В тюрьме строгого режима. Добро пожаловать в Осло. Это «Жизнь других». Субтитры создавал DimaTorzok На самом деле, когда я ехала в Осло, я знала лишь только то, что здесь очень холодно, очень дорого и очень вкусная и дорогая рыба. И вот я здесь. Давайте же сегодня и выясним. На самом ли деле тут так холодно, так дорого и рыба действительно такая вкусная. Если бы я родилась в столице Норвегии, то, возможно, как и Сене, водила бы своих детей с малых лет в библиотеку и была бы во всем для них примером для подражания. А возможно, как Эрик стала бы начальником колонии строгого режима, жила бы в самом центре Осло и не пропускала бы походы в баню по выходным. Но, скорее всего, я бы завела большую семью, как Пер и Йори, а дала бы всех детей в лыжную секцию и несколько раз в месяц ходила бы на современный балет в местный оперный театр, который невозможно не заметить, гуляя по центру Осло. Первый оперный театр был построен в Венеции в 17 веке, а в Осло был построен первый потрясающий оперный театр и в 18, не в 19 и даже не в 20. Он был построен в 21 веке, 12 апреля 2008 года. Вот это красота! Ух, молодежь! Театр был построен всего 12 лет назад, но уже успел стать главной достопримечательностью столицы и любимым местом всех жителей. По задумке архитекторов, здание оперного театра Осло должно идеально сочетаться с природой и дополнять ее. Поэтому оно выглядит как скандинавский фьорд Северного моря и одновременно как гора, что над ним возвышается. А так как норвежцы обожают гулять на природе, эту гору может покорить любой желающий, просто поднявшись на крышу театра. Несмотря на то, что ежегодно театр посещает больше миллиона зрителей и все постановки имеют сумасшедший успех, главная его особенность – это крыша, по которой можно гулять и любоваться окрестностями. Если подъем на крышу других построек повлечет за собой наказание и даже арест, то на наше можно присесть и полюбоваться невероятными видами норвежской столицы. К тому же в летние месяцы некоторые театральные постановки проходят прямо на ней. Прогуливаться по крыше можно абсолютно бесплатно. А вот за билет на оперу или балет придется заплатить от 100 до 180 тонн. Она одна из тех, кто пять дней в неделю работает в этом театре. Что входит в ее обязанности, почему она работает именно здесь, сейчас у нее и узнаем. Анна, подожди, а чем ты занимаешься? Я отвечаю за рассадку людей в оперном театре. Ты давно занимаешься этим делом? Пять лет. До этого я была директором чартерной туристической компании. Подожди, подожди, я сейчас не поняла. Ты работала директором чартерной, я начала заикаться, видите, компании туристической. А сейчас ты рассаживаешь людей в театре? Ну, то есть я просто не могу понять, тебя уволили оттуда? Нет, что ты. Я была довольно успешна, но в один момент задумалась. Ну, должно же быть в этой жизни что-то еще и ушло. И сейчас я счастлива. У меня есть время на друзей, на отдых. Да и мне просто нравится моя работа. Менять прибыльную профессию на любимую – это совершенно нормально в Осло. Ведь гораздо важнее получать удовольствие от своего дела, а не высокую зарплату. Я, ты понимаешь, просто мы настолько зациклены двигаться по карьерной лестнице, потому что это и статус, это и зарплата, и гонорары. А тут все бросить и уйти. Сколько ты сейчас зарабатываешь? Сейчас у меня средняя зарплата для Осло. Конечно, это в разы меньше, чем было. Но в жизни есть нечто большее, чем деньги. А статус – это вообще ничто. Он что-то значит только для людей с комплексами. Вот это да. Понимаешь? Абсолютно другое мышление. А тебе твои друзья, знакомые, близкие говорили, что ты сумасшедший? Или наоборот, все поддерживали тебя? Конечно, поддерживали и даже восхищались. У нас многие так делают, и это абсолютно нормально. Ведь люди понимают, что в жизни не деньги главное, а главное – получать от этой жизни удовольствие. Она живет в двух кварталах от оперного театра. Район престижный, поэтому подобная квартира может стоить около 7 миллионов крон. И работая директором крупной компании, она вполне могла бы себе ее позволить. А коммунальные услуги дорогие здесь? За 70 квадратов квартиры я плачу 4 тысячи крон в месяц. Это средняя цена для Осло, и еще в нее входит обслуживание придомовой территории, садовники, дворники и так далее. Я смотрю, что в ваших домах белые стены. Вы не клеите обои, не красите в какой-то другой цвет стены. Только вот белые стены у вас? Да, мы любим, когда все светлое, ведь серости в нашем климате и так хватает. Ремонт в квартире очень сдержанный, и это не только из-за белых стен. Мебель самая обычная, и ее минимум очень чисто и уютно. Типичная норвежская квартира. Даже в еде норвежцы достаточно скромны. Среди норвежцев стало очень популярно выбирать в супермаркете продукты, срок годности которых вот-вот закончится. Они всегда немного дешевле, но причина в другом. Ведь если мы их не купим, то они испортятся и их просто выбросят. А продукты пропадать не должны. Анна не единственная на все Осло, кто придерживается осознанного потребления. Это, можно сказать, настоящий тренд в Норвегии. Мы сортируем мусор минимум на четыре вида, чтобы его могли отправить на переработку. Я отказалась от использования пластиковых пакетов. Я езжу на электромобиле и даже не представляю, как в 21 веке можно еще загрязнять воздух выхлопными газами. Я передвигаюсь по городу только на электросамокате, а заряжаю его дома с помощью солнечных панелей. Глядя на такую осознанность жителей Осло и старание правительством улучшить жизнь людей, неудивительно, что в 2019 году город получил звание самой зеленой столицы Европы. В Осло все продумано до мелочей. В прибрежной части столицы, где раньше тянулись железнодорожные рельсы и автодороги и стояли контейнеры для морских перевозок, теперь появились дорожки для пешеходов и велосипедистов. В черте города не осталось ни одного завода. Все они перенесены далеко за пределы Осло. Мы научились перерабатывать весь мусор так, что от всех отходов остается всего 3%. Даже соседние Дания и Швеция везут свой мусор на переработку к нам. Автомобильные дороги, например, мы спрятали под землю в туннеле. И большая половина машин в городе – электромобили. Даже для работы трамваев, автобусов и паронов используется электроэнергия из гидроэлектростанций. Во-первых, у нас дорогой бензин – 16 крон за литр. А зарядные станции для электромобилей бесплатные. А они есть абсолютно везде. Въезд в центр города для машин с выхлопом платный, а для электрических – бесплатный. Также и с парковкой. Вот это я понимаю подход. Все, что вредно – дорого. А все, что полезно, более чем доступно. Даже на лыжах можно кататься прямо в центре столицы. Огромный лыжный трамплин расположен в центре Осло. Ведь местные жители обожают кататься и прыгать на лыжах и приводят сюда своих совсем маленьких детей. Говорят, родиться в рубашке – это быть счастливым. А родиться с лыжами на ногах – это быть норвежцем. Потому что здесь все, от мала до велика, все катаются на лыжах. Я последний раз стояла на лыжах в детстве. А мое детство было очень давно. Поверьте, как только местный житель научится нормально ходить, он тут же научится и ездить на лыжах. Я лично занимаюсь с детьми от 5 до 8 лет. Но обычно норвежский ребенок ставит на лыжи в 3-4 года. А бывали случаи, что к нам приходили и в 2,5. Стоит такое удовольствие для родителей 1200 крон в месяц. Несмотря на травмоопасность, дети обожают этот спорт и показывают отличные результаты на международных соревнованиях. Любовь к спорту у норвежцев в крови. Поэтому неудивительно, что лучший комплимент для норвежских женщин – это комплимент их физической форме. Если вы хотите завоевать сердце норвежской девушки, просто скажите, что она очень спортивная, и ее фигура выше всех похвал. Не то, чтобы мы сильно волновались, кто и что нам скажет, но когда отмечают твою физическую форму, мы понимаем, что работа в спортзале была проделана не зря. Комплимент фигуре – лучшее, что может услышать каждый из нас. Выбирая себе девушку, для меня важна ее индивидуальность. Но если у нее будет неспортивная фигура, нам не по пути. Поэтому при таком положении дел, даже после родов, практически все норвежки не дают себе никаких поблажек. Секс! Очень часто после рождения ребенка женщины занимаются кормлением, приготовлением еды, уборкой, стиркой, глажкой. Ну, понятно. То есть дом, семья, быт. А норвежская женщина никогда в жизни не пропустит спортивную тренировку, даже когда у нее на руках молоденец. Руки в ширину. Мы не приветствуем такого фанатичного отношения к спорту, но если нет никаких противопоказаний, то спустя несколько недель после родов мы не запрещаем женщинам возвращать себе былые формы. Ани Кен уже не первый год проводит занятия на открытом воздухе для молодых мам. На одну из таких тренировок я и решила прийти. Ани Кен, вы часто собираетесь так с девочками? Пять раз в неделю, каждый день, кроме выходных. Каждый день, да? Но я вижу, тут маленькие дети совсем. То есть вы после родов как быстро вообще начинаете заниматься спортом? Все зависит от того, как прошли роды. Некоторые приходят уже через пару недель после родов, хотя врачи рекомендуют потерпеть полгода. А где ваши папы? То есть не ваши папы, а мужья ваши. Они же могли с детьми посидеть дома, нет? Многие мамы приходят с детьми, которых еще кормят грудью. Поэтому если рядом будет какой-то другой мужчина, то это будет не очень комфортно. У пап еще будет свое время. У них ведь есть свой декрет. По законам Норвегии, каждый отец обязан провести в декрете 15 недель. Это обязательно для всех мужчин. А вообще оплачиваемого отпуска у нас 46 недель. То есть я так понимаю, что ты сейчас в декрете ты сидишь, да, а не муж. Муж работает? Да нет, с мужем мы давно развелись. А моей дочке уже 7 лет. Собственно, столько я здесь работаю инструктором. Ведь я создала эту группу после того, как родила. Ну все, тогда я тебя не буду задерживать, а то сейчас зарядка закончится, гимнастика, а ты не позанимаешься. Все, спасибо тебе большое. Что касается самих родов, то все более чем стандартно по европейским меркам. Чисто, комфортно, есть все необходимое оборудование на все случаи жизни и через два дня после родов выписывают с малышом домой. Если вы гражданка Норвегии и платите налоги, то роды и все после родового обслуживания будут для вас совершенно бесплатными. Но рожать при этом вы будете только в государственной клинике, так как рожать в частной запрещено законом. Декрет пролетает незаметно и восьмимесячных детей уже смело можно определять в детский сад, за который родителям ничего не придется платить. Обычное пособие на ребенка составляет тысячу крон в месяц. Но если вы не хотите отдавать своего малыша в детский сад и будете следить за ним самостоятельно, то для этого предусмотрен еще один вид поддержки от государства. Это выплаты в размере семь с половиной тысяч крон в месяц на одного ребенка. Однако такая субсидия выплачивается всего год, но все равно многие родители оставляют своего ребенка дома вплоть до момента, пока не настанет пора идти в школу. А я решила не отдавать детей в сад, буду воспитывать их сама. И чтобы не скучать дома, я с ними несколько раз в неделю прихожу в библиотеку. В 21 веке, когда любой человек любую книгу может найти в своем телефоне, в Осло открывается огромная библиотека, и сюда приходят люди, чтобы читать книги. Почему такое происходит? Мы сейчас это все и узнаем. Норвежцы – одна из самых читающих наций в Европе. Поэтому наши библиотеки абсолютно бесплатны и пользуются огромной популярностью. И несмотря на то, что мы все книги можем взять в библиотеки, каждый житель Норвегии ежемесячно обязательно тратит минимум 500 крон на новые книги. В больших городах, таких как Осло, большинство жителей чувствуют себя одинокими. Поэтому мы решили создать такие библиотеки, где они будут не только читать, но и общаться. Библиотека для нас что-то вроде социального пространства, где для каждого открыт доступ и к литературе, и к технологиям. Библиотекарей, которые просят вести себя тише, в Осло нет. Но при этом все ведут себя уважительно друг к другу. Вы не поверите, но зайдя в библиотеку в самый разгар летних каникул, я наткнулась на целую толпу школьников, которые давно прочли список литературы на лето и пришли за новыми книгами. А вас заставляют читать? Вот ты должен прочитать сегодня пять страниц. Или ты сам возьмешь книгу читать? Нет, конечно. Мы здесь, потому что нам это нравится. В библиотеке ведь можно взять что-то не из школьной программы. Какие-то инопланетные дети, честно говоря. Слушайте, а у вас бывает такое, что вы просыпаетесь и говорите, я не хочу в школу идти. Да. Да? Просто лень вставать и куда-то идти в такую рань. Ой, да, это рано вставать. А сколько вы просыпаетесь? Где-то в семь утра. А домашнее задание задают? Да. Много? Раньше было больше. Еще проверяют, сделали ли вы домашнее задание или нет. Да, спрашивают, сделал или нет. Если один раз, два раза забыл, ничего страшного. Но если несколько месяцев делать не будешь, то могут и родители в школу вызвать. Боже мой, я когда вспомню, вот в школе, как нам задавали эти домашние задания. Господи, это математика, физика, химия, история. Еще по литературе нужно выучить вот такой отрывок наизусть. Могла с этими уроками сидеть до ночи, понимаешь? А норвежские школьники не знают такую проблему, да? Потому что им или мало задают домашнего задания, или вообще не задают, а? Вот скажи мне, бедные несчастные дети вообще не знают жизни. Согласно последним исследованиям, задавать школьникам домашние задания это непродуктивно, ведь часто бывает, что они не могут решить их самостоятельно. Поэтому норвежская система идет к тому, чтобы уйти от домашних заданий вообще. Целый ряд школ уже отменили их полностью, остальные к этому только идут, постепенно уменьшая количество домашних заданий. Ни оценок, ни домашних заданий, ни школьная жизнь, а сказка прям какая-то. Кроме всего прочего, в пятом классе здесь еще и уроки сексуального воспитания начинают вести. Курс сексуального воспитания в первую очередь направлен на то, чтобы объяснить ребенку, как все происходит не только с точки зрения физиологии, но и с точки зрения этики. Каждый должен понимать, что в первую очередь он сам распоряжается своим собственным телом и он же за него несет ответственность. Когда эти уроки только начали, было как-то стеснительно и немного неудобно. Но потом стало даже интересно. И я думаю, что это даже здорово, что взрослые нам нормально объяснили все детали. Да уж, это вам не сказочки про капусту и аиста рассказывать. Учителя и работники школ в Норвегии заботятся не только о том, чтобы их ученики получили качественные знания, но и интересуются, все ли у них хорошо за пределами школы. Однажды я взвешивался у школьной медсестры, и она сказала, что я слишком маловешу, и из-за этого вызвала маму в школу и спрашивала у нее, чем меня кормят дома. Чтобы поправить мой вес, маме порекомендовали всегда брать меня за покупками продуктов. Теперь я хожу с ней в магазин и говорю, что бы я хотел. Если жизни или здоровью норвежского ребенка что-то угрожает, то на помощь всегда приходит служба ювенальной юстиции. Любой ребенок в любое время может набрать телефон горячей линии и обратиться за помощью. Если по отношению к нему применяют насилие или же он болеет, а родители не оказывают никакой помощи, то мы можем даже забрать его из семьи. Но в то же время к нам могут противиться и родители, если вдруг ребенок ведет себя неадекватно и они попросту не знают как его воспитывать. Петр и Йори скоро станут родителями в четвертый раз. Так как каждые несколько лет в семье появляются дети, семье нужна большая жилплощадь. Квартира пара практически в 200 квадратах занимает целый этаж многоквартирного дома. Обошлись эти апартаменты в 10 миллионов крон. Но что поделать? Каждому члену семьи необходимо свое пространство. Правильно? Так вы давно женаты? Вместе мы уже 17 лет, но официально женаты последние 4. Как интересно. Кстати, я слышала о том, что в Норвегии сначала рожают детей, а только потом женятся. Почему так? Почему вы раньше не зарегистрировали свои отношения? Потому что разницы никакой нет, что ты в браке, что нет. А потом просто захотелось вечеринки, и мы решили устроить свадьбу. Так что получается, что четвертый ребенок, которого мы сейчас ждем, будет первым, кто появится в официальном браке. Чаще всего норвежские семьи ограничиваются лишь одним ребенком, ведь считают это большой ответственностью. Но Петр и Юрий не собираются останавливаться на достигнутом и будут и дальше пополнять свой род. А вообще, как вы воспитываете детей? Вот и когда их так много, они же, дети, имеют такую, значит, особенность баловаться, не слушаться, бить, кричать, драться, ругаться. Как вот вы наказываете ли вы их, в конце концов? Но если они что-то натворили, то мы садимся и серьезно разговариваем. Говорим, чтобы больше так не делали. Честно говоря, могли бы и больше наказывать. Иногда эти разговоры вообще бестолку. Я считаю, что это не очень хорошо. Я сейчас приеду домой и тоже своей дочке скажу, что я считаю, это не очень хорошо. А государство помогает многодетным семьям? Помогает, но не больше, чем всем остальным. Мы получаем по 100 евро в месяц на одного ребенка. То есть вы каждый месяц получаете 300 евро, правильно? А сколько вы, так, в общем у вас уходит трат на детей ежемесячно? Точно могу сказать, что этих денег ни на что не хватает. Каждый из детей чем-то занимается. Кто лыжами, кто волейболом. И все эти секции платные, и все они дороже, чем помощь от государства. В месяц мы тратим примерно 1000 евро на одного человека. Это включая продукты, коммунальные платежи и оплату разных секций и кружков для детей. Эта цифра не маленькая, но если оба родители работают, то вполне приемлемая. Радует, что на высшее образование для детей не надо откладывать деньги, ведь государство предоставляет его бесплатно. Однако, не все выпускники школ спешат его получить. Когда я училась в университете, мои одногруппники были практически все плюс-минус одного возраста. А в осло на лекции могут сидеть студенты как 20-летний, так и 50-летний. И все молодежь студенты. Чтобы поступить в университет, нужно набрать определенное количество вступительных баллов. Но если ты поступаешь не сразу после школы, а, скажем, в 30, то тебе добавят по два вступительных балла за один год жизни. Это гораздо выгоднее. Например, у меня в группе самому старшему студенту за 60. Сколько бы ни было лет норвежскому студенту, каждый может претендовать на стипендию. Вот только окончив университет, ее придется вернуть в течение следующих 30 лет. Многие студенты от стипендии попросту отказываются, так как уже имеют полноценную работу, а в университет пришли для повышения квалификации или переквалификации. Абсолютно каждый житель Норвегии имеет право на бесплатное высшее образование. И это касается даже тех, кто оказался в заключении. Честно говоря, я в детстве обожала ездить в пионерские лагеря. Закрытая территория, палаты с друзьями, мы ходим, все время чем-то занимаемся, какие-то мероприятия. Я вот сейчас попала в атмосферу, которая мне очень напоминает пионерский лагерь. Но небольшая разница, что это тюрьма. Обыкновенная норвежская тюрьма. Говоря о тюрьмах, в голове возникает очень мало приятных ассоциаций. И, казалось бы, ну, должен быть какой-то изъян в идеальной жизни норвежцев. Но даже тюрьма тут идеальна. Ведь норвежские заключенные живут получше жителей некоторых стран. Не раз бывали случаи, когда иностранцы умышленно совершали преступления на территории Норвегии, чтобы попасть в тюрьму. В ходе допроса мы об этом узнавали и депортировали их. Ну, что же так отличает норвежскую тюрьму от других тюрем мира? Если попробовать объяснить коротко, то в мире существует два подхода к тюремной системе. Первая имеет цель наказать нарушителя закона. Тюрьмы в таких странах это место грязное и страшное. Вторая же скорее стремится исправить человека и сделать из него нормального члена общества. Где тюрьма это место, где ты можешь нормально жить, просто имеешь некоторые ограничения. Эрик работая директором этой колонии и он с радостью согласился показать мне, как живут заключенные в гуманных норвежских тюрьмах. И первым удивлением было то, что он вышел ко мне без свита охранников и при полном отсутствии какого-либо оружия. Эрик, а скажи мне, ты сколько лет директор тюрьмы? Уже больше десяти лет. Раньше я был начальником аэропорта, но потом решил работать здесь. В тюрьме мне даже больше нравится. Тут намного тише и спокойнее, чем в аэропорту. Да, конечно. Слушай, тут лужаечки, вам тут еще коровки не хватает, чтобы она для полной картины рая ходила. Это вообще потрясающе. Наверное, даже бы я бы здесь как-то исцелилась от каких-то своих вредных привычек. Так давай, я устрою. Ну, подожди, я еще подумаю. Сейчас еще покажу, посмотрю. О, крик, крик! Кричат, видели? Кричат, говорят, что-то... А что они крикнули? А я не понял, если честно. Я тоже не поняла. На самом деле, несмотря на внешний вид, у нас здесь тюрьма строгого режима. Здесь сидят серьезные преступники, которые участвовали в разбоях, совершили насилие или убийство. Человек, который попадает в нашу тюрьму, должен продолжать чувствовать себя человеком. Проще говоря, в тюрьме мы показываем ему, как можно жить нормальной жизнью, что он может получить, если вернется на свободу и не пойдет снова заниматься тем, чем занимался до этого. Ну, ты мне скажи, вот ты когда-нибудь встречался с человеком, который отсидел у тебя в тюрьме, и вот потом он вышел, и, в принципе, он там стал твоим соседом, или, ну, просто живет где-то, и ты вот с ним вот общаешься, и вот действительно, часто происходит эта трансформация из преступника в такую здоровую личность для жизни в социуме. Постоянно. Норвегия – это маленькая страна, поэтому я то в магазине кого-то встречу, в бассейн хожу с детьми, туда же ходит один бывший заключенный. Конечно, мы не друзья, но нормально с ним общаемся, спрашиваем, как дела. Собственно, общаюсь, как с любыми другими людьми, точно так же, как и здесь. Чем дольше я гуляла по тюрьме, тем больше я удивлялась. Все мои представления о подобных учреждениях лопнули, как мыльный пузырь. Заключенные, например, сами готовят себе еду на кухне, если столовая еда им надоела. Для этого есть все, начиная от плиты и микроволновки до металлических ножей. Как объяснил Эрик, все на полном доверии. Заключенные часто готовят себе сами, хотя мы для них предлагаем каждый день новое меню. Например, сегодня у нас рататуйя с мясными тефтелями, а на десерт фрукты и мороженое. Но, само собой, если человек вегетарианец, то он может заказать себе еду отдельно. Когда я думала, что удивляться будет нечему, Эрик показал мне, как закрываются двери в комнатах заключенных. Все, он закрыт, да, все, отбыть и не может, а это окошечко ты откроешь и даешь ему еду. Я в кино видела. Нет, это только в кино. Камеры с утра открываются, и заключенные идут на кухню завтракать. А, то есть, их утром открывают, и целый день у них камеры открытые. Кто как хочет. У каждого заключенного есть ключи от своей камеры, поэтому они сами их запирают, если хотят. Там ведь личные вещи, а они весь день на работе. тюрьма еще работает как обычное предприятие. Заключенные делают мебель и получают зарплату, а продукцию мы сбываем на открытом рынке. Слушай, так я практически так же работаю. Утром стою, закрываю двери на ключ, иду, работаю, а потом мой продукт показывают по телевизору. Половина работников тюрьмы строгого режима девушки и женщины. Их смелости можно только позавидовать, ведь как бы ни было все спокойно на первый взгляд, работа очень ответственная. Скажи мне, а ты давно работаешь в тюрьме? 11 лет. 11 лет? Ты мне скажи, ну тебе хоть когда-нибудь бывало страшно здесь? Абсолютно безопасно. Ночью в некоторых районах Осло опаснее, чем здесь. А есть какая-то разница между надсмотрщиком женщины и надсмотрщиком мужчины? Никакой разницы. Работа одинаковая, зарплата тоже. Единственное, что если вдруг случится какое-то происшествие, то мужчинам, конечно, будет легче справиться с буйным заключенным, чем женщинам. С работниками тюрьмы я пообщалась, а теперь пришло время узнать, как себя здесь чувствуют. осужденные. Алисун один из заключенных. Его апартаменты напоминают хорошую трехзвездочную гостиницу. Если бы я не увидела все это своими глазами, то ни за что бы не поверила. Да, друзья, это реальность для норвежских тюрем строгого режима. Вот тут ты живешь, да? Да, заходи, располагайся. Вот это да! Что-то тут свой туалет, да, свой душ. Да, есть свой санузел. Здесь все свое. Кровать, холодильник, телевизор. Все по-человечески. Абсолютно с тобой согласна. Ты мне скажи, ты давно тут сидишь? Почти два с половиной года. Вообще, какой у тебя вот график жизни? Просыпаешься ли ты по расписанию? Чем ты занимаешься в течение дня? Где ты ешь? Смотрю, где тут продукты? Просыпаюсь в 7 утра, потом к 8 на работу и там до 3. Потом в свободное время могу пойти на тренировку или телек посмотреть. Вообще, график свободный, комфортный. Единственное, что за территорию выходить нельзя. Кроме всего прочего, заключенных отпускают на время домой. Если заключенный в течение длительного времени вел себя хорошо, то раз в неделю он может пойти домой на весь день. А если его поведение был образцовым, то может остаться там и с ночевкой. А скажи мне, как часто могут к тебе приходить родственники, друзья, близкие, семья? Раз в неделю могут. Но вообще, я по скайпу могу с ними общаться хоть каждый день. А скайп, где у тебя телефон есть? А у нас здесь планшеты общие. Можно пользоваться, когда хочешь. Меня, конечно, прости, но у меня складывается ощущение, что прямо здесь хорошо и отсюда в принципе и не хочется уходить. Я даже спорить не буду. Здесь все по-человечески. Вот посмотри, начальник тюрьмы стоит. И тебе толпы охранников рядом, никого. Так мне даже не хочется думать, чтобы ему навредить. И никому не хочется. Здесь к любому надзирателю подойди, так он тебя выслушает и попробует решить проблему. А не начнет дубинкой махать. Да что там говорить, у них даже дубинок нет. Мы с ними вместе в футбол играем в конце концов. Если хотите понять, почему мы построили именно такую систему, просто посмотрите на процент рецидивов. Если, например, в США, где тюрьма это не самое приятное место, людей, которые снова совершили преступление после выхода на свободу, 75 процентов, то у нас их всего 20. А скажи мне, это правда, что вы здесь можете ходить в магазин и покупать продукты? Да, я вот буквально сегодня там был. Вот чек лежит. То есть ты потратил сегодня 801 крону. Откуда эти деньги? Я же здесь зарплату получаю. 780 крон в день. В месяц заключенный зарабатывает около 16 тысяч крон. Они рады этим деньгам, так как могут запросто побаловать себя чем-то вкусным из местного магазина. Для сравнения, средняя зарплата по ОСЛО 25 тысяч крон. Смотрители этой же тюрьмы зарабатывают до 30 тысяч, учителя до 40, а опытные врачи могут получать и по 100 тысяч. Но все зависит от квалификации и опыта работы. Предлагаю заглянуть в тюремный магазин и посмотреть, что же тут есть. Вот это магазин, где любой заключенный может прийти и потратить свои честно заработанные деньги. Тут капуста, лук, помидоры, посмотрите, овощи, консервы, варенье, что это такое, даже не понимаю. Лососье, сосиски. Я прям есть захотела, честно говоря. В общем, нормальный, прекрасный магазин. Заработал деньги, пришел, потратил, купил, научился готовить в конце концов. Смотрю, прям полезное место для меня, прям полезное. Что удивляет, цены на продукты ничем не отличаются от цен в любом другом магазине Осло. Хлеб 38 крон, кило сахара и картошка по 27, молоко стоит 16 крон, а вот за сосиски придется отдать целых 160. Что касается еды, норвежцы предпочитают здоровую и натуральную пищу. Неудивительно, ведь гамбургеры, чизбургеры и прочая вредная еда тут стоит целое состояние. Но рассказать я вам хочу о блюде, без которого не обходится ни одно застолье. На праздники многие из нас готовят вареную сметану. Процесс непростой, но это блюдо того стоит. Чтобы почувствовать себя настоящей жительницей Осло, я отправилась в один из ресторанов. Что-что, а вареную сметану я еще не ела. Скажем, это просто сметана, правильно? Сметана с сахаром из какао. Да, но мы ее готовим около пяти часов. Выпариваем ее, снимаем с нее жир. Мороки полно. Итак, кто хочет альтернативу оливье или шубы на праздник, можете готовить шесть часов сметану. И будет у вас праздничный, так сказать, обед, ужин, я не знаю, что это такое. Ну, можно я попробую, можно иметь ложечку, я хочу, что это такое, даже не представляю. Но если что, я оператор Адама, он у меня все ест. Тебе понравится. Но она очень похожа на обид, она просто как манная каша. Она вкус? Вкус я же не понимаю. Она как взбитые сливки. Вкусно? Да, как интересно. Она очень калорийная и сытная. Здравствуй, жир, я так и поняла. Да здравствуют толстые люди, поэтому тут все спортсмены. Хорошо, а ты мне скажешь, то есть вот это вот национальное блюдо, а что вот еще вот тут вот именно такое вот типичное норвежское, вот кроме сметаны, что вы еще едите? Мясные беточки, ребрышки, разное вяленое мясо. Ой, ну вот ребрышки с мясом мне как-то вот больше понятно, чем вот сметана. Но вареная сметана и жирное мясо у норвежцев лишь по праздникам. А в ежедневном расписании у многих жителей Осло обязательно присутствует баня. Ведь страсть к ней у них не меньше, чем к спорту. 31 декабря герои известного фильма как мы все знаем идут в баню. А вот жители Осло не ждут особых праздников и ходят в баню регулярно попариться привести себя в порядке. Каждое утро я с другом выхожу на пробежку, потому что мы заходим попариться, а уже после этого на работу. Одноразовое посещение у нас стоит 100 крон, но большинство берет абонемент на год. Это 2,5 тысячи. Ведь многие приходят по два раза на день и утром, и вечером. Действительно, на бане Осло шагнули далеко вперед. Теперь тут можно не только попариться, но и посмотреть фильм и даже потанцевать. А в бане, которая вмещает в себя 70 человек, запросто превращается в концертный зал. Раньше мы с друзьями ходили в баню в первую очередь пивка выпить. А теперь там бывает такая богемная тусовка собирается, что как-то даже неудобно. Зато это очень полезно для здоровья. Возможно, поэтому многие норвежцы доживают до глубокой старости. Пенсия в Норвегии рассчитывается следующим образом. Берутся самые высокооплачиваемые 8 лет трудовой деятельности человека, вычисляется средняя цифра. Пенсия составляет ровно 66% от нее. Выходя на пенсию, Босла, жизнь, можно сказать, только начинается. Вместо того, чтобы выходить на заслуженный отдых и отдыхать, пенсионеры открывают свой бизнес. О, интересно! Пенсионный возраст в Норвегии 62 года. Но многие все равно продолжают работать. Но это не от нужды, а по зову сердца. Те пенсионеры, которые были вынуждены покинуть рабочее место, могут найти себя в бизнесе. И в этом им может помочь Хелен, которая организовала специальный клуб. Всего за 1600 крон в год люди от 50 и старше могут посещать множество лекций, семинаров и практических занятий по открытию и построению своего бизнеса. Почему-то общество считает, что люди старше 50-ти это уже отработанные материалы и с помощью пенсии пытаются от него избавиться. Поэтому я создала компанию, где мы помогаем пожилым людям становиться предпринимателями. Какая потрясающая вещь. то есть люди выходя на пенсию могут открыть свой бизнес и вы им в этом помогаете, но как? То есть я не могу понять. То есть я выхожу на пенсию для того, чтобы отдыхать, а вы наоборот выходите на пенсию для того, чтобы еще больше работать. Ты совершенно права. Ведь у многих еще полно сил и они не хотят сидеть дома. Но на работу их никуда не берут из-за возраста. А это люди с колоссальным опытом по 30-40 лет. Они отличные эксперты в самых разных отраслях. Так почему же это не использовать? Многие этого не знают и просто об этом не задумываются. Но по статистике люди старше 60-ти в два раза успешнее в бизнесе, чем те, которым 30. вот это да. Вот это то есть у меня еще все впереди получается. Какая красота. А мне интересно, как же вот в Осло пенсионеры, которые не посещают ваш клуб, которые вот вышли на пенсию, получают свои выплаты. Вот они чем занимаются? Большинство работает. У нас просто такой характер, что мы не можем сидеть и бездельничать. Пока есть хоть капли энергии, нас тянет что-то делать. Тем более Норвегия это дорогая страна, чтобы нормально жить, надо постоянно зарабатывать. Бесплатно здесь только родиться и умереть. Как бы грустно это не звучало, но это чистая правда. При всей дороговизне повсюду похороны не стоят ни копейки. Место на кладбище, как и услуги по захоронению оплачивает государство. Каждая могила предоставляется семье усопшего в аренду на 20 лет. Это также бесплатно. Но если за это время умирает следующий член семьи, то его, как правило, кладут в ту же могилу просто сверху предыдущего. А срок бесплатной аренды продлевается еще на 20 лет. жизнь в Осло напоминает сказку, в которой все хорошо и беззаботно. Здесь счастливы все от школьника до пенсионера, от учителя до заключенного в тюрьме. Ведь каждый концентрируется не на проблемах и заботах, а на новых возможностях, которые дает ему эта жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Рациональность, правильное питание, спорт – это все не про меня. Это про норвежцев. Но несмотря на то, что в чем-то мы отличаемся, я с ними абсолютно согласна, что будущему поколению нужно оставить знания, любовь к природе, чистоту вокруг, новые технологии, жизненный опыт, дышать чистым воздухом, и плавать в чистом океане, возможность реализовать себя, идеальную Норвегию, умение радоваться жизни в любой ситуации. Мы часто живем сегодняшним днем и не задумываемся о том, что будет после нас. А ведь так просто изменить свою жизнь так, чтобы в будущем не пострадали жизни других. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова